Всем привет, с вами Герман, и сегодня мы продолжаем проходить замечательную игру под названием The Long Dark. В общем-то, в прошлый раз я здесь оставил свои вещи, да. Ой, у меня тут столько еды. Офигеть. Риск растяжения. Ну, конечно, у меня... О, ребята... Ребята... Что-то у меня очень много вещей. Прям вот очень много. Не, ну я еще бегать могу, но это уже жестко. О, господи, я про эту канистру забыл. О, господи, еще и... Не, ну я все еще могу бегать, алло. Нормально все. Ткань разламывать. Давайте соберем еще ткани. Мы все равно пока отогреваемся. Вот, мы заштопаем одежду как можем. Мне бы вот починить мои ботиночки, но они что-то как-то не чинятся. Ладно. Перчатки сильно порвались. Куртки еще нормально. Шапка порвалась сильно. Ботин... Ну, блин, вообще сильно пострадала одежда. Так, действия. Давай, чиним. Чиним шапку. Так, дальше. Дальше чиним. Еще что-то у меня там в плохом состоянии. Что-то... А, варежки, варежки. Ремонт. Ткани не хватает, офигеть. А что у меня есть? Это лишнее. Вот. Вот. Термобелье градус и 0,8. Действия. Собрать одну ткань. Это лишнее термобелье, которое мне не пригодится. Вот. И с помощью него мы чиним одежду. Офигеть! Я не знал, что так сложно найти ткань. Ну, не то, что прям совсем сложно, но, как видим, мы... Ткань все-таки немного... Так, полтора градуса, 1,8, 1,5. Ну, то есть, вот. Типа бонус тепло 16 градусов. То есть, грубо говоря, минус 16 мы с вами замерзать не будем. Тем более, пока мы все это чинили с вами... Вот это какой фонарь аварийный? Я уже запутался в них. У меня настолько много фонарей. Вот. Что, ладно, пофиг. Слушайте, так мы же обратно с вами спустимся по горе. Я только сейчас об этом понял. Об этом подумал. Еще хотел залутать вот эти машинки. Давайте залутаем. А, я гвоздодер не взял. Ну, ладно. Будем считать, что там не было ничего полезного. Вот. Я уже вижу, что вон шоколадный батончик лежит. Так. Под козырьком у нас что? Ничего. Под козырьком у нас пусто. И вот в этой машине что интересно. Вот. И мы как раз сейчас пока будем сидеть... Слушай, я нахожусь на улице и я согреваюсь. Офигеть. Вот что значит, починил одежду. Есть пить надо. Есть пить. Давай смотрим. Что у нас тут? По еде. А, то есть я не доел. А, может еще и не доесть. Офигеть. А, я не знал. Дальше. Крольчатинка портится. Крольчатинка весит 1 килограмм. Кушать я хочу не столько. Ну, не настолько много. Поэтому я думаю, что хватит какого-то легкого перекуса. Вот. А какой перекус бы себе устроить? Я даже не понимаю. Ну, просто я кроль... А, ну подожди. Он может просто не доест крольчатинку. И все будет хорошо. Хотя она не особо много дает. Я вам так скажу. И пей водичку. Пей водичку. Она нам нужна. Ну, точнее не нужна. Вот. Потому что лишние килограммы. Вот. Это все нагрузка на позвоночник. А вот, кстати, и спуск. Как я понял. Да. Ну, типа по-хорошему вообще вот об это обвязать. И спуститься. Но я же не дурак. Чтобы тратить на это силы. Мы немного багом. Багом спустимся сейчас. Вот, смотрите. Захожу. Там, где нет ветра. У меня температура растет. То есть я оделся уже. Я вам так скажу. Неплохо. Сейчас бы вспомнить, где я спускался в прошлый раз. Так. Тихо. Потихонечку. Мы никуда не торопимся. Потому что в данной ситуации, если поспешишь, то людей точно насмешишь. Ну, как бы. Не то, что прям людей насмешишь. Но получишь серьезные травмы, которые нужно будет лечить. Вот. И потеряешь драгоценное здоровье. Так. Тут выступ. Вот. Тут я спрыгнул в прошлый раз. Так. Аккуратно. Опа. Все. Ой. Тихо. 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 Аккуратно. Мы никуда не торопимся. Сейчас спуска. Блять. Как ты мог раст... Ладно. О. Подожди. Если растяжи... У меня проблема. Я знал, что мне пистолет сигнальный понадобится. Растяжение запястья. Растяжение запястья. Два часа на отдых. И еще и бандаж использовать. Ну, зато мы очень сильно с вами сократили путь. Отлично. Дальше. Это что? Обезболивающее. Все. У меня пейнткиллеры есть. Откуда-то. Давай. Опа. Все. Боль вылечена. Ну, убить волка я не смогу. Но отпугнуть попытаться можно. Сигнальным пистолетиком. Вот. А это... Это то, что нужно. Это то, что мне сейчас нужно. Потому что мясо волка мне вообще не нужно. Вот. А, собственно говоря... Блин, у меня столько еды. Я вот сейчас только подумал. Вот. Мне, наверное, вообще не придется никаких оленей убивать за всю игру. Вот. Потому что у меня-то все в порядке. Вот. Видите? Два оленяши бегают. А нафиг они мне нужны? Пускай бегают. У меня целый портфель сгущенки. Супов разнообразных этих, как я. Корма для собак. Шоколадных батончиков. Крекеров соленых. Вот. У меня все хорошо. Блин. Вот сейчас тоже дилемма. У меня половина усталости. Время полдень. Ну, не. На улице ночевать, наверное, совсем плохо. Наверное, лучше пойти. Или же рискнуть. Вот, ребят, как вы думаете? Блин, здоровья мало. То есть сейчас какая-то непонятная, нестандартная ситуация. Если возникнет... Вот. У меня придется очень тяжко. Еще и ночью, не дай бог, идти. Ебать. Я никогда не видел, чтобы олень пробежал так близко. Они обычно боятся людей. А тут прямо рядом... О, еще один. Смотри, еще один бежит. Я бы... Давай, прямо на меня. Что будет, если он на меня? Ебать. О, застрял. Прикиньте. Вот это баги. Прикольно. Так, волк где? Они меня, наверное, благодарят за то, что я пострелял тут волков. Вот. Своеобразная такая благодарность. Но это ладно, это все. Мои доводы. Такое лирическое отступление небольшое. О, ножовка. Ножовка. Я мог... Так, ну... Ну, по сути, у меня тут передать все. И одну древесину мы возьмем, чтобы просто разжечь костер, если что. Бежать я все еще могу. Пить есть не хочу. Тогда выходим. Я надеюсь, что я сделал правильное решение. Вот. И мы с вами дойдем до дома. Очень на это надеюсь. Ну, посмотрим. Посмотрим, как оно там все будет. Давай хоть копье посмотрим. Опа. Копье. Упереть копье. Ёпта. Я не понял, как это работает. Ну, ладно. Ружье я могу достать. О, я могу достать ружье. Нормально. Но, давайте я сейчас так подумал. У нас очень много сигнальных ракет. Волков убивать мы не будем. Нам они не нужны. Поэтому нам хватит просто их отпугнуть. Вот. Отпугнуть я могу их с помощью этой штуки. Тем более, 22 сигнальные ракеты. Это очень много. Они же сколько-то весят. Патроны-то, мне кажется, намного меньше весят. Они меньше. Но это логично. Если они меньше весят. О, слушай. Там до сих пор этот проповедник сидит с костерком. Офигеть. Он уже сколько суток там сидит. Ну, я 100% говорю. Вот прям вот мои предположения. То, что это не настоящий человек. А, ну, просто плод моего воображения на самом деле. Вот. И я, кстати, могу у него заночевать. Но пока что рано у него ночевать. Вот. А мы идем дальше. А он там же, да? Да, он все сидит. Братишка, ты тут не окалел? Ты сидишь в той же самой позе. Уже битый час. Да какой битый час? Ты уже несколько дней так сидишь. Ладно, я уверен, что мы с тобой еще встретимся. Я пойду дальше. Если что, в пещере можно переночевать. Не, ну так-то и у костра можно чуть-чуть поспать. У меня тем более кофе есть. Усталость снизить с одной стороны. Но с другой стороны, блин, тоже такое себе. Так. А я тут, да, не пройду уже. Или как оно все работает? Меня уж тут не пустят, я думаю. Да? Так. Вот тут уже головоломка начинается. Ну, может быть, вот тут я сейчас залезу как-нибудь. Ой, сохранение. Это хорошо, да? Так. Тихо. Ну, что-то он как-то не хочет. А, или вот тут я пройду. Да нет, я фиг тут пройду. Хотя вот, подожди, я пригнулся. И что? Может быть, я также через окошко вылезу? Нет, слушайте. Меня конкретно сейчас через эту дорогу не пускают. Нет, стой, подожди. Сейчас выйдем. Я просто немного до сих пор не понимаю, в какую сторону там обход. Вот, я смотрю туда. Я смотрю туда. То есть, если я пойду вот так. Нет, мне нужно... Стой, я смотрю туда. Значит, справа нужно обходить. Но тут не обойдет. А, ёбана. Я вообще тупой. Как так можно? А я не увидел вот это вот. Вот этих вот. Блин, а вот тут как спуститься? Не продумали. А если я сейчас ногу опять подверну? Так, тихо, тихо. Идем. Нормально все, нормально. Так, железная дорога. Это где? Вот она вон. А, нужно повыше. Нам по железной дороге идти, чтобы не потеряться. Теряться вообще не хочется в таких местах. Идем. Сейчас будет, получается, пещера. Потом мы пройдем эту пещеру, пойдем по одинокой топе. В этой одинокой топе там будет вагончик, где можно будет переночевать. Но, на самом деле, я надеюсь, что ночевать мне не придется. Так как, как бы, это не входит в мои планы. Там по-любому придется разжигать костер. Вот, без костра я спать не смогу. Хоть там будет и защита от ветра. А если я буду спать с костром, это значит, что мне все-таки нужно будет постоянно просыпаться, следить, чтобы ничего не потухло. Иначе я просто замерзну тут насмерть. Ну, ладно. Это мы решим. Пока идем. Пока все нормально. Пока живем, как говорится. Оленяши бегают. Вот, кстати, тот же самый олень, он там, он тут и бегал раньше. Видимо, это его пастбище, что ли. Фух. Что там по погоде? По погоде... Бонус тепло. Так, подожди. 0 градусов. То есть я ни в плюс, ни в минус. Нормально. Хорошо. Меня это устраивает. Вот. Слава богу, пока волков не видно, мы можем с вами спокойно идти. Но в одинокой топе есть волки. И мне придется от них отбиваться. Заодно посмотрим, насколько сигнальная ракета... Нифига себе, ты поскакал. Насколько сигнальная ракета эффективней, чем ружье. Потому что, ну, как бы, сигнальная ракета, ты можешь в него и не попасть. Он все равно от выстрела, от свечения испугается и убежит. А вот... Господи. Олень, давай, побежали в гору вместе. Давай, я тебя приведу к старому... А-а-а. Вот чей это за звук? Это звук копыт. Давай, олень, веди меня, показывай мне дорогу. Правда, я ее знаю. Без тебя, но... Мне хочется верить, что ты волшебный олень, который поможет мне. Оленя-ша. Офигеть, я через него прошел. Ну, это даже лучше. Потому что, зная эту игру, от меня мог вообще там столкнуть что-нибудь. Руку мне какую-нибудь сломать. Так. Как спуститься-то, алло? Нужно обходить там. По усталости. По усталости я чувствую, что... Я не дойду. Потому что усталость есть. Усталость накопилась. Но, с другой стороны, у меня есть энергетик, который может мне помочь в крайнем случае. Но крайний случай еще пока не наступил. Поэтому, ладно, идем. Тем более, одну локацию мы уже с вами прошли. А, впрочем, от баночки кофе я бы не отказался. У меня же есть баночка кофе. Я знаю, что она у меня есть. 100%. А, у меня только травяной чай. Плохо, плохо. Жалко, он не может просто, типа, кофе закидывать из банки. Там и водой запивать. Какая разница, типа, готовить... Ну, подогревать или нет, эффект один и тот же будет. Ну, в таких условиях я бы, наверное, так и делал. Если было бы совсем плохо, если бы действительно кофе прям там прибавляло сил. Вот. Ну, прям реально там... Тут прибавляется силы, если ты пьешь кофе. Ой, ветер поднялся. Ой-ёй-ёй-ёй. Это ветер все-таки, а не водопад. Или водопад. Но почему-то дует ветер. Непонятно. Но вот что-то погода как-то портится. А еще я хочу сказать, что я почему-то очень медленно иду. Наверное, потому что ветер... Да, ветер в лицо. И я не могу быстро идти. Вот интересно, это сейчас скрипты или нет. Но учитывая то, что у меня всего лишь одно деление холода уходит из трех. Наверное, все-таки это скрипты. Если дует ветер... Ну, он дует прям не прям мне в лицо. Откуда-то оттуда. Непонятно. Ой, скала какая страшная и большая. Ну, идти прям реально тяжело. Прям раз вот так вот мигом. Я не могу идти. А если спиной идти? Ну, спиной примерно то же самое. Так что ладно. Пойдем. Пойдем уж передом будем смотреть. Мало ли что тут. Вот как-нибудь спрятаться бы от этого ветра. Я надеюсь, что когда я выйду на одинокую топь, ветер прекратится. Потому что так долго идти мне не хочется. Учитывая, что у меня перевес. А вот усталость, конечно, конкретная. Это плохо. Это очень плохо. Скорее всего, нам придется все-таки ночевать. Там, где я не хотел ночевать. Ну, ладно. Зато мы в пути. Зато мы так домой дойдем быстрее. Это уж сто процентов. Блядь. Как бы по скрипту сейчас елка не упала на меня. Потому что я слышу, как деревья прям, знаешь... Ой. Вот елка, в общем-то, и упала, кажется. Прям, знаешь, трещат. Трещат по швам. О, Господи. Прям нехорошее какое-то место. Такое ущелье. Ну, вроде как никого нет. Идем, давай. Давай, давай, почапали. Доходи. А, говорит, энергия заканчивается. Все. Типа, все плохо у него. Ну, это плохо, раз у тебя все плохо. Давай, зайдем в пещерку. Покинуться район разбитый. Конечно, разбитый. Железные дороги район мы покинем. Усталость тихий убийцы. Если вы утумлены, каждая мелочь дается вам сложнее. Найдите без аппетита для отдыха. Ну, сейчас будем тогда искать. Но перед тем, как найти, я все-таки, наверное... А, стой, подождем. Давай, съедим все-таки килограммчик мяса. Не знаю, хочу мяса. 700 калорий. Все съест? Слушай, съел и голодный остался. Офигеть. Килограмм волчьего мяса. Видимо, волчье мясо не такое уж и питательное. Будем это знать. Да и вообще, какое-то не особо питательное мясо в игре. Я думал, ну, килограмм мяса и там 200 грамм какой-нибудь этого супа дает, ну, примерно одно и то же количество калорий. То есть мясо какое-то... Опа, вот он, вот он. Пошел нахуй. Блядь. Что-то он как-то плохо испугался, но ладно, испугался. Вот видите, это... Это и для волка безопасно. То есть, как бы, я его не убью этой штукой. И для меня. Потому что мне не приходится именно попадать в него. Вот. Мне просто рядом с ним выстрелить. И он сам испугается и убежит. Осталось выяснить, как далеко находится этот вагончик, в котором я могу переночевать. Ветер конкретный. Но мне то тепло, то холодно. Из-за того, что одежда у меня довольно уже неплохая. О, давайте пойдем с этой, что ли, стороны. И просто посмотрим. Ага, тут... Блядь. То есть... Ружье отпугивает волка намного сильнее, чем... Не ружье, чем вот этот пистолет. Потому что от... Ружейного выстрела он вообще убегает. А тут, вот видите, я типа выстрелил в него, он испугался. Потом вот... Как говорится, с новыми силами нападает на меня. Ладно, пойдем. Все будет хорошо, братишка. Мы дойдем. Ой-ой-ой-ой-ой. А куда идти? Там вон домик какой-то, по-моему, есть. Или что-то... Ну да, там какие-то домики, но... Они настолько далеко, еще и по льду идти. Что я, наверное, не рискну. Я, наверное, не рискну. Я пойду чисто по железной дороге. Вот, тут же, ну, типа, радиовышка и ферма старого Спенса какого-то. И еще там что-то. И еще одна радиовышка, еще и какой-то... И еще радиовышка. Офигеть. А, вон раз радиовышка, потом... Потом... Не вижу больше. Ну, а если я... А, вон, вторая вдалеке. И, значит, третья еще где-то должна быть, но... Ну, а если я ее не вижу, это не значит, что ее нет. Вот так вот. Поэтому идем. Усталость. Враг мой. Вагончика не видно. Вообще. Ну, то есть, как будто сейчас заворачивает дорога. Я вот на протяжении всего заворота этого вагончика не вижу. Это значит, что силы. Силы я даже не знаю, где придется восполнить. Тут я спать явно не могу. Тут просто на открытом пространстве дует ветер ледяной. На самом деле, ситуация страшная. Но не безвыходная. Потому что я могу в любой момент разжечь костер. А костер... Это и тепло, и безопасность от животных, от диких. Вот. И, возможно... Возможно... Так. Блядь, этот волк тоже на меня нападет. Смотрите. Ну, вы его... Я не знаю, видите его или нет. Вот справа волчара. Крадется, крадется волчара. А нет. Развернулся в другую сторону. Нормально. Мне пока везет. Окей. Может быть, с копьем попробовать на него? Ну, нет. Нет. Это слишком опасно. Я не буду так рисковать. Вот. Потому что я и с ружья-то стрелять не умею. Вы хотите, чтобы я еще копье в руки... А, вон, все. Я вижу фургончик. Давай добежим. Все равно сейчас усталость закончится. Все. Прилеть бы прямо здесь и сдремнуть. Не-не-не, братишка. Ты сейчас дремать не будешь? Усталость пошла потихоньку, я смотрю. Поползла. Волк. Волк меня заметил. Заметил волчара. Ну, что, давай. Испугал? Испугал. Все. Отлично. Ракеты главные. Вот эти вот я. А если усталость полностью заполнится, я быстро упаду спать? Если я упаду спать, я быстро замерзну? Наверное, лучше не проверять. Но прямо она конкретно заполняется. Я вот не знаю, что будет, если она заполнится. Я прямо рухну или нет? Или еще подрыгаюсь? Ну, прям дойти вот недалеко. Я не знаю, братишка, там попей водички. Там вот сладенькой газировки попей. Сладкое – это хорошо. Оно сейчас тебе даст сил. Давай. Блять, братишка. Я боюсь. Я боюсь просто свалиться. Если сваливаться, то хотя бы спальный мешок. Сон. Час. Просто час сейчас отдохнем. Просто вздремнем. Ничего плохого с нами не будет. За час. Так. Поднять. Погода. Ну, не сказать, что прямо улучшилась. По-моему, стало только хуже. Но мне почему-то стало теплее. Это раз. И во-вторых, я могу бежать. Значит, мы сейчас быстренько дочапаем. Быстренько дочапаем до вагончика. И там уже мы будем, получается... Ну, наверное, придется на ночь там устраиваться. Хотя можно также поспать и ночью выйти. Фонарь у меня есть. Идти тут недалеко. Но ночью опасно передвигаться. Очень опасно. Хотя, с другой стороны, если я буду ночью передвигаться, я зажгу фонарик. И у меня будет сжечься масло для ламп. Вот. Которого у меня и так 4 литра. Вот. Волк ест тушку оленя. Я предлагаю его сейчас убить. Ну, не то чтобы убить, а отпугнуть. Я сейчас обходить не хочу его. Поэтому... Давай, братан, давай. Идем. Все будет хорошо, корешок. Я, конечно, понимаю. Мы час поспали, этого мало. И скоро опять сейчас усталость в ноль будет. Потому что я бегу. Ну, стараюсь бежать, по крайней мере. Прям чуть-чуть осталось усталости. Ну, у меня хватит дойти. Брат. Ну, блядь. Пошел отсюда. Эй, не беги в сторону вагончика. Это мой вагончик. Олень. Можно шкуру оленя взять. Кстати. Кстати, кстати. Вот шкуру я, наверное, соберу. 45 минут. Давай, собирай. Нормально. Главное, не заснуть за этим делом. Отлично. Я и время провел. Усталость заполнилась. Давай час поспим, братан. Давай, сколько тут? Плюс один градус. Спим час. Фух. Давай. Поднимаем. Отлично. Все еще светло. Добежим сейчас по-быстрому. У меня столько шкурок уже всяких этих зверушек. Но пока что я не могу сделать ни одной... Ну, ни одной одежды для себя. Потому что меня еще, видимо, не обучили. Так, пистолет заряжен. Блядь, что ты не стреляешь-то? Ёб твою! Блядь. Сука. Ну, я хотя бы сейчас нормально все сделал. А почему ты не стрелял? Ты что, блядь? Я не понимаю. Чего? Почему он не выстрелил? Ну, чё, на предохранителе был, блядь? Я не пойму. Эх, опять на меня напал волк. Опять потрепал мою одежду. Отлично. Просто шикарно. Мне еще спать здесь сейчас, вокруг волков. В каком-то вагончике. Это меня вообще очень сильно радует. Солнце заходит. Блин, еще, конечно, пройти можно. Можно пройти всю локацию до наступления темноты, но сил нет. Я слишком много несу. Эх, давай, где там вагончик-то мой? Мое спасение. Вон и дровишки есть. Дровишек, кстати, много. Вот, все, я уже устал, хочу спать. Эх. А, слушай, а дров тут действительно достаточно. В общем-то, заходим сюда. Будем надеяться, что здесь тепло. Да, здесь относительно тепло. В общем-то, это мой дом на сегодняшний вечер. А с вами я прощаюсь. С вами был Герман. Игрушка The Long Dark. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока.